Вся жизнь борьба. Уже 28-й год Людмила Актысюк сражается с болезнью сына. Максим родился заболеванием системы опорно-двигательного аппарата, самой тяжелой формы ДЦП. С 8 месяцев лечу Максима. Идут, конечно, у нас подвижки, но все это очень маленькими, крохотными шагами. В 10 лет он у меня только сел. В 15 лет он стал переворачиваться и немножко помогать мне, чтобы пересесть с коляски на кровати. Дорогостоящее лечение, различные процедуры – все это помогает Максиму. Однако жить без постоянной помощи и заботы близких молодой человек не может. И мечта мамы, чтобы сын смог самостоятельно себя обслуживать. Во время последнего визита губернатора в Щелковский район она обратилась к нему за помощью. Семье необходима новая инвалидная коляска взамен старой, изношенной. На то, чтобы приобрести ее самой, у Людмилы просто нет средств. И вот помощь не заставила себя долго ждать. Спустя неделю новое средство реабилитации доставили на дом и торжественно вручили. Вместе с коляской семье также передали единовременную материальную помощь. Как обещал губернатор, практически в самые короткие сроки, потому что губернатор слово дорого стоит, сказал – сделал. Поэтому вот теперь Максу будет получше немножко. Приобрести инвалидную коляску удалось благодаря поддержке благотворительного фонда «Исток». Новое средство реабилитации, более облегченное и мобильное, позволит Максиму передвигаться на дальние расстояния. Стоимость этих колясок очень варьируется. От 50 тысяч рублей до 200-300 тысяч. Это зависит от комплектации, от уровня ее оснащенности. А такие коляски действительно довольно дорогостоящие и просто семье очень сложно поднять. Коляска станет большим подспорьем и для мамы, и для Максима. Молодой человек работает, присматривает за двором, чтобы прохожие не оставляли мусор. Кроме того, семья очень любит путешествовать. А с такой коляской делать привычные дела станет гораздо проще. Хочется сказать слова огромной благодарности нашему губернатору, нашему Алексею Васильевичу, к которому мы обращаемся более чаще. В данный момент проблем у нас не будет с передвижением. Мы можем уезжать даже далеко от дома. Дариса Снегова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».